После успеха «Зимней вишни» у Елены появилось немало поклонников. С одним из них, с бизнесменом Ватчем Мартиросяном, она закрутила роман. Предприниматель сразу предупредил актрису, что женат. Однако Сафонова, как и персонаж из мелодрамы, надеялась, что он выберет её. Ватча жил на две страны, разрываясь между Россией и США, но в результате вернулся к супруге в Америку. Актриса даже не успела сообщить ему о беременности. Елена воспитывала сына одна от мужчин. У привлекательной актрисы не было отбоя. Позже она рассказала, что встречалась с женатыми ухажерами и с холостыми. Но в 92-м году Сафонова влюбилась и вышла замуж за француза Самуэля Лобарта. А дальше в браке начались проблемы. Лобарт хотел, чтобы жена занималась бытом, а Елена оказалась востребованной актрисой и в Париже. В 97-м году пара решила развестись. По французским законам Сафонова не могла вывести несовершеннолетнего Александра из страны. Она долго судилась, но бывший муж победил. В Москву ей пришлось возвращаться только со старшим ребенком. Разлука с сыном стала для актрисы трагедией.